Приветствую вас, Валентина. Я думаю, что то, что вам нужно знать о работе психолога, так это, пожалуй, то, что мы не можем обсуждать при этих лицах, то есть мы не можем обсуждать людей, не являющихся нашими клиентами. И в данном случае, как вы это описываете, в данном случае, как вы об этом говорите, я думаю, что мы не можем, во-первых, гадать относительно того, как раз, почему молодой человек, поступил, вот, так как поступил, да, то есть, ну, всем связано, что он вот так сделал, всем связано, что он вот так начал действовать. Например, мы не можем это узнать. Это первое. Второе. Что важно отметить, как мне кажется, ну, как мне кажется, то, что вас эта ситуация в целом задевает, вас эта ситуация в целом напрягает. Вот. И мне кажется, что вам нужно спросить себя, почему вас вот привозят, почему вас привозят то, что ваш молодой человек общается с теми, с теми, с кем он общается. Вот. Ну, то есть, вы можете принимать его общение, можете не принимать, но выглядит все так, как будто вы пытаетесь его поменять в пределах. Вот. А он выглядит так, как будто пытается под вас подстроиться. Ну, но это же, на мой взгляд, уже какая-то не свобода. На мой взгляд, это уже какое-то насилие над личностью происходит. Вот. Не знаю, даете ли вы себе в этом отсчет или нет. Нет. Вот. Поэтому, я думаю, что вам здесь нужно спросить себя. Вот. Спросить себя, да, о том, то ли это чего вы хотите, то ли это чего, ну, чего вы ошибаетесь. Вот. Знаете? Какая штука. Мне кажется, мне кажется, это очень важный момент. Если вы себе подобный вопрос зададите и спросите себя, вот, насколько это соответствует, например, моим ценностям, да, вот, насколько это, например, соответствует тому, что я хотел бы, например, опять же. И дальше уже как-то исходя. Я думаю, что если вы к себе прислышаетесь, вот, вы увидите такой момент, что вы что-то чисто чувствуете, когда, например, когда он, например, он, мужчина, я имею ввиду, общается с своим окружением, вот этим вот самым. И вы увидите, что есть что-то, что вы чувствуете. И вы могли бы спросить у себя сами, что это такое? Такое. Вот. Могли бы спросить у себя, что я, что я чувствую? Вот. Вы можете спросить у себя, как я реагирую на вот... Ну, ну, вот эта ситуация. Каким образом я реагирую на нее? И почему я так реагирую на нее? Например. Вот. Вы можете задать себе эти вопросы. Я думаю, что ответ, он не обязательно. Для того, чтобы его озвучивать, я думаю, что он в том числе для того, чтобы вам подумать над этой историей, и подумать, в том числе, может быть, о себе, вот, как мне, по крайней мере, да, кажется. Вот. И, эм... Выглядеть это все помысительно, да? Получается, что вы играете в какой-то гнут и пряник. Знаете? Вот. Ничего хорошего в этом нет. Ну, вот, наверное, как-то так. Такой ответ. Мне кажется, что вы ждете, что человек будет меняться, вы ждете, что человек будет другим, как-то резко изменится, но это на самом деле процесс достаточно небыстрый. Вот. А с обидами нужно работать, которые, я имею в виду, у вас накопились, с обидами нужно работать и, в том числе, учиться, да, брать за них с обиды, учиться брать ответственность. Вот. А то у вас получается, что у вас, наверное, молодой человек будет даже вот, ну, практически требует, чтобы он вину принял. Ну, на самом деле, как мне кажется, да, не очень, не очень это хорошая идея, вот, требует вот, кого-то, особенно вот, людей, которые, мы любим, вот, людей. Которые, 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 мы любим, людей, которые любят нас, ну, не очень, мне кажется, хорошо и здорово требовать от этих людей признания вины. А у вам это, вот, как будто бы ваш, ну, как бы, у этого есть и могут быть вполне последствия. Вот. 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 У такой модели поведения. И вопрос, в том, готов ли вы к тому, что мужчина будет осознавать, и вы будете так же осознавать, что... вы не принимаете друг друга целиком. И вот насколько это хорошо и здорово для вас. Вот. Насколько это хорошо и здорово для вас. Вот. 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 Вы говорите, что, условно говоря, он вас любит. Говорите вы. Но, обратите внимание, пожалуйста, на то, что, ни словом, вы не обмолвились о том, любите ли вы его. Вот. 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 Ну, и, конечно, вызывает вопрос все то, что вы ставите ему условия. Вот. Одна из причинностей были его друзья, но так не бывает. Вот. Состояние часто утиху и вот. 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 Понимаете? А то, что вы заобвиняете его, это вот избегание своей ответственности. Вот условия тоже. Вот. 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 Нас завершаем он опять начал общаться. Он с ними просто не переставал общаться. Во-первых. Во-вторых. Почему вы не говорите «Алё, друзья?» Вот. Вот. Говорите обращение, потому что человек остается собой. Люди меняются очень медленно, Валентина. А вы, мне кажется, ведете себя по отношению с ним, как ребёнок. Вот. Ну, то есть, вот. У вас детские родительские отношения с ним, как мне кажется. Вот. И я бы не сказал, что это плюс. Вот. Я бы не сказал, что это хорошо для выстраивания гармоничных отношений. Вот. Так что, мне кажется, в первую очередь вам надо бы разобраться в себе. Вот. Разобраться в себе самой относительно того, что вы чувствуете и учиться выражать свои чувства. Вот. Как-то так. Ну там всё, пожалуй. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Желаю вам всего самого доброго. Ну, желаю вам удачи. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. что это позволит вам начать работу над собой. Вот. И работу по гармонизации отношений. Удачи. 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 Всего самого доброго. Удачи. Удачи. Удачи.